Продолжается российское наступление, не очень активное, ВСУ дают отпор российским войскам, тем не менее, российская сторона продолжает пытаться идти вперед. Стало известно о срочнике, который повесился, чтобы не ехать на войну, и, собственно, написал в записке, что их принуждают и хотят, чтобы они поехали воевать именно уже непосредственно в Украину. Об этом и многом другом, что касается поставок западных вооружений, о батальоне фактически депутатов, которые ездят на войну поясничать и просто там фотографируются в различной экипировке, ничего не делая, обо всем этом и многом другом в свежей сводке с Русланом Левиевым, которую вы увидите прямо сейчас. А поддержать вы ее можете, поставив лайк, написав комментарий и чего еще там можно сделать. Подписаться на канал, да, все это вы можете сделать, а также поддержать с помощью суперспасибо, это такая кнопка с долларом в сердечке, и с помощью Патреона ссылка на которую будет в описании. Итак, сводка с Русланом Левиевым. Привет, Руслан! Расскажи, пожалуйста, что происходит сейчас на линии фронта и за ее пределами, на что ты и команда CIT обратили внимание. Сегодня мы будем говорить по линии фронта больше в контексте потенциальных будущих наступлений и скопления войск. Давайте прямо сразу начнем с Купинского направления. Там мы видим, что российские силы пытаются выдавить украинские войска за реку Оскол, на другой берег. Пока что у них это не особо получается. И здесь, по поводу этого района, многие эксперты начали отмечать, что с российской стороны, имеется в виду на российской территории, которая ближе именно к этому направлению, к Купинскому направлению, то есть в Белгородской области, происходит скапливание военнослужащих 2-й мотострелковой дивизии. Это те самые мобилизованные, которые проходили обучение в Беларуси в течение нескольких месяцев. И я вам про них говорил где-то в середине января, отмечая, что вот мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» не в первый раз отмечает эшелон поезд, который следует из Беларуси в разные регионы, там и Белгородская область, и Воронежская область, и переводит их самых мобилизованных. Вот эта концентрация сил, сейчас ее отмечают, она видна, и поэтому многие эксперты ожидают, что на Купинском направлении в ближайшие дни, может, недели, будет, скорее всего, такая активизация боев. По части Кременной, там я отмечу, что, ну, во-первых, линия фронта особо сильно не изменилась, разве что, как бы, масштаб поля действия, он немного расширился, то есть все ближе и ближе, получается, к Торскому. Не в плане того, что российские силы все ближе и ближе продвигаются, пока что они не продвинулись, но масштаб боев, район их действий, он как бы расширился, да. И там сейчас на этом направлении по-прежнему воюют и ВДВшники, там 3-м до 40-го дивизия, 144-м до 40-го дивизия и 2-го армейского корпуса, это бывшие, так называемые ЛНР, барсовцы при поддержке 1-й бригады войск радиационно-химической и биологической защиты. К слову, про войска радиационно-химической и биологической защиты я вам уже не раз рассказывал, что РХБЗ войска, они задействованы на войне всегда по двум причинам. Во-первых, это все, что связано с огнем, потому что только этим войскам и разрешено обращаться с огнем, это всякие огнеметы. Во-вторых, в плане всяких аэрозольных и дымовых завес. Вот аэрозольных и дымовых завес за все эти уже почти 12 месяцев мы в итоге ни разу не увидели. Да, есть отдельные видеозаписи, где какой-нибудь там танк пускает, например, ставит дымовую завесу, но это реализуется штатными средствами самой техники, то есть там пускается топливо в выхлоп. А такого, чтобы ставили прямо на большой территории аэрозольную завесу, как это умеет делать РХБЗ, такого мы не видели. Поэтому на этой войне РХБЗ присутствует по большей части именно из огнеметных систем, таких как тяжелая огнеметная система Сан-Цепёк. И вот говоря про Сан-Цепёк, появилась видеозапись из-под Угледара, я немного так перескочу сразу на Угледар, там 72-я механизированная бригада вооруженных сил Украины заявляет, что они смогли уничтожить тяжелую огнеметную систему Сан-Цепёк под Угледаром. Поскольку я вижу, что по сводкам у нас некоторые зрители постепенно учатся различать технику, я напомню, как выглядит Сан-Цепёк, просто справочная фотография. Он выглядит вот таким образом. Что касается, возвращаемся чуть-чуть назад, что касается ситуации по солидарскому направлению, напомню, что Солидар уже захвачен. И вообще, ещё где-то, наверное, с лета прошлого года я вам рассказывал, что после Северодонецка и Лисичанска дальше идёт вот такая укреплённая линия обороны украинской, которую мы можем рассматривать как вот такую линию из трёх важных населённых пунктов. Это Северск, Солидар и Бахмут. На данный момент только Солидар захвачен из этих трёх пунктов. Бахмут пытается атаковать, пока больших продвижений нет и пока Бахмут держится. Но мы видим, что от Солидара, видимо, начали пытаться двигаться дальше на север по трассе в сторону того самого Северска. Ещё одного важного такого населённого пункта, который является такой важной линией обороны. Северск находится чуть южнее Кременной. Соответственно, если там смотреть на север от него, то мы увидим Кременной. И вот чуть севернее, соответственно, Солидара. Что касается самого Бахмута, напомню, что с понедельника, с 13 февраля в Бахмут ограничен доступ и журналистов, и всяких волонтёров, и даже гражданского населения. Поэтому получается такая условно-информационная блокада. То есть мы в этом плане немного, как сторонние наблюдатели, мы немного в этом плане слепы. То есть мы не всю информацию получаем. Поэтому нам сложно судить о том, что происходит внутри. И мы можем ориентироваться только на видеозаписи, которые публикуют военнослужащие обеих сторон. Там кадры боёв или чего-то подобного. Очевидно, если в какой-то момент Бахмут всё-таки будет захвачен, или украинские войска из него уйдут и войдут в него российские войска, то наверняка прямо в тот же день мы увидим фотографии, видеозаписи, где будут развешивать флаги, где-нибудь фотографироваться около какого-нибудь центрального здания Бахмута. Пока что ничего подобного нет. И нет фотографии, где были бы российские войска, или десантники, или вагнеровцы поближе к капитальной жилой застройке Бахмута. Поэтому, судя по всему, сейчас Бахмут всё ещё держится. Судя по всему, украинские войска из него пока что не отходят, как я это пока что вижу. И было интервью командира 45-й артиллерийской бригады вооружённых сил Украины. Кстати, я забыл включить карту-то, собственно, самого Бахмута. И в этом интервью командир 45-й артиллерийской бригады говорил, что сейчас на Бахмутском направлении, вот здесь, в принципе, у обеих сторон паритет в плане артиллерии. То есть силы примерно сопоставимы. Ни у кого нет преимущества. И плюс этот же командир 45-й бригады говорил, что, в принципе, сейчас атаки стихли по Бахмуту и не так сильно атакуют. Поэтому, естественно, Бахмут сейчас продолжает держаться. Но вот ситуация около него, как видите, всё та же. То есть путь на Северск физически перерезан из-за захваченного благодатного. И путь на Славянск, который идёт на северо-запад, он под огневым контролем россиян. И путь на юго-запад, который идёт в сторону Константиновки, там он физически отрезан, потому что там взорван мост. И остаётся вот просёлочная такая дорога, которая идёт на Часов-Яр. Один из таких последних путей, если будет решать отступать, то вот по нему можно будет отступить. Скажи, пожалуйста, я хочу у тебя про отдельную тему сказать. Там много всего сошлось. Выглядело это как? Значит, сначала мне написало несколько человек. Не буду говорить прямо много, но несколько человек. Значит, у которых родные или близкие срочниками служат сейчас. И они написали... В Украине или в России? В России. В России, собственно, срочники, да, российские. Значит, и то, что их начинают как-то морально готовить к тому, что они пойдут, значит, в Украину воевать. Я такой, ну ладно, типа, Слон-ФМ, по-большому же даже не Слон-ФМ, да, а родственники Слон-ФМ. Чёрт с ним, посмотрю, что дальше будет. Но сегодня уже пришло сообщение о повесившемся, якобы повесившемся, да, срочнике из Коми, который в записке пишет и который родственникам тоже говорит, что их готовится переводить. Скажи, пожалуйста, первый вопрос. Это поступала вам какая-то такая информация или, может быть, вы видите какие-то перемещения, которые могли бы об этом на это указывать? А второе, аналитически, насколько вам кажется возможным, что срочников действительно будут привлекать не только как сейчас, да? Они же и сейчас погибают, они и сейчас в приграничных есть территориях. Но, собственно, для захода непосредственно в Украину и для войны там, в том числе в качестве штурмового бригада. По части, ну давай сразу включимся в эту историю, покажу даже фотографию Сергея Гридина, который повесился в этой войсковой части. Появилась информация о его самоубийстве и появилась вот эта вот записка, где он, собственно, и пишет, что его пытаются отправить в ротацию в Украину. Говорит, пишет, что с нашей роты оттуда еще никто не возвращался. И поскольку он отказывается отправляться на войну, над ним издеваются, проходы не дают все его командиры. Поэтому он решил, типа, повеситься на родной земле и умереть здесь, чтобы у него на руках не было никакой там чужой крови. И просто надеется, что в итоге их накажут. Я полагаю, что здесь, наверное, ситуация не в том духе, что именно срочников хотят отправить. Ситуация ровно та же, которую мы видели и описывали не раз в сотках еще весной прошлого года. Поскольку даже тогда, когда еще не было таких масштабных потерь, всегда в российской армии был жестокий некомплект личного состава, в плане прям контрактников. И каждый раз это покрывалось за счет фейковых контрактников, тех самых срочников. Собственно, из-за чего мы увидели в первые дни полномасштабного вторжения пленных срочников. Потому что командиры частей отправляли их под видом контрактников, полагая, что никакой войны не будет, будет просто учение. А потом началась война, полномасштабное вторжение, и они попали в плен. И я не раз говорил, что вот эту проблему некомплект личного состава, поскольку есть такая проблема, и за это могут наказывать командиров войсковых частей, они пытаются решать это по-разному. Кого-то пытаются соблазнить карьерным ростом, что типа мы тебя запишем в какую-нибудь военную разведку, пойдешь в ГРУ, может вообще окажешься в силах специальных операций в будущем, получишь бесплатное образование где-то, отучишься. И у тебя будет там крутая карьера, будешь там реальным мужиком. Конечно, далеко не всегда такой мотив работает, поэтому некоторые пробегают к другим мотивам, в духе, не знаю, ты что, не мужик, что ли? Вот там твои сослуживцы, они уже записались, подписали контракт, а ты тут боишься, как баба. Он вот в таком духе начинает давить. Кто-то начинает прям угрожать командиру. Потому что у командира мотивация в плане того, что от него же требуют комплект личного состава, чтобы и вообще по штату у него был полный комплект, и плюс, чтобы у него с его войсковой части было кого направить теперь на войну. И поэтому я думаю, что продолжается усиливать свое такое давление со стороны командиров войсковых частей на нынешних срочников по разным способам. Либо методом пряника, либо методом кнута. И как бы говорят, типа, давай, давай, подписывай контракт, денег заработаешь, звание какое-нибудь получишь, медальки получишь, повоюешь, вернешься домой, будешь героем. И опять же, они всегда работают. И, наверное, мне кажется, вот именно с этим связано. Я не думаю, что планируют именно прям срочников направлять, потому что пока что есть другие механизмы, где выполнять личный состав, проводить вторую волну мобилизации, или, как мы вот видим сейчас, это вербовать заключенных. Ну и плюс, даже если представим, что хотят направить срочников на войну, было бы политически выгоднее не вот так вот просто взять и объявить, что теперь срочников тоже отправляем на войну. А дождаться весеннего увольнения в запас, которое уже прям скоро будет, дождаться, когда вот эти 90 тысяч пока еще срочников будут уволены в запас, согласно приказу, и буквально прям на следующий день их призвать по мобилизации. И тогда никаких политических рисков не будет, потому что, условно, только те, которые связаны именно с мобилизацией. А так формально получается вы никаких срочников как будто бы на войну не отправили. Не важно, что они еще вчера были срочниками, но сегодня они уже ведь не срочники, они уже все, они уже в запасе. Поэтому, мне кажется, это, скорее всего, история именно про это, то, что командир как-то вынуждал человека подписать контракт, чтобы можно было его отправить туда на войну. И вот срочник этого не выдержал, такого давления, и в итоге совершил суицид. Опять ты из каких-то, честно говоря, рациональных исходишь историй, что типа, что политически было бы выгодно, что политически было бы невыгодно. Да, я думаю, если бы сейчас это услышали мои коллеги, если бы это была бы летучка, они бы сказали, типа, так, в баночку деньги положи. Потому что у нас, как я говорю, у нас есть же такой запрещенный прием. Типа, если мы говорим про какую-то логику в действии российской армии, то, типа, так-так-так, ты делаешь запрещенный прием, ну-ка, денежку в баночку положи. Это да, не спорю. Слушай, ну, базово у них вилка следующая. Вилка – это либо мобилизация, либо срочники. То есть, по большому как-то счету нет еще каких-то других вариантов. И раньше была мобилизация, потому что считалось, что срочники – это как-то очень политически невыгодно. Но все настолько боятся мобилизации, и Путин постоянно ее отодвигает, что в целом как-то подпушить немножечко срочников, ну, возможно, такой вариант рассматривается. Ну, окей, будем следить, будет ли поступать еще какая-то информация на эту тему. Ну, вот там зарубочку делаем, да, какие-то пошли странные истории про срочников, которые вот пока одна публичная, но я почему-то, мне кажется, их станет чуть больше в ближайшее время. Ну, пока что у нас не было никакой такой информации, что именно прям планируют прям срочников как-то задействовать в войне. Мы бы впервые вот про такое сообщение видим. Поэтому я говорю, что, скорее всего, это именно другого рода информация. И я, конечно, не политолог, но мне кажется, что все-таки оба варианта, и мобилизация, и срочники плохи, политически очень невыгодны. Но мне кажется, что все-таки направление срочников гораздо более политически невыгодно, чем вторая волна мобилизации. Вот такое вот мое мнение. Еще, говоря про всякий там личный состав, вчера CNN опубликовала такое, ну, не сказать, что именно прям расследование, хотя, наверное, можно и расследование назвать, про подразделение «Шторм», которое, как сообщается, в нем служат бывшие заключенные, которых завербовало именно Министерство обороны России. И теперь это подразделение, оно как бы в рам... Ну, оно существует как подразделение Министерства обороны России. Они там пишут, что связывались с несколькими заключенными, которые служат в этом подразделении. И эти заключенные прямо подтверждали, что, да, нас вербовали именно представители Министерства обороны России. Там же называется и номер войсковой части, которая получила это подразделение, это 08-807. Хотя вот этот вот момент очень странный, потому что войсковая часть 08-807, она существует уже много лет. Это седьмая бригада второго армейского корпуса, так называемой народной милиции Луганской народной республики, которая теперь является частью армии России. То есть, ну, войсковая часть существует уже прям очень давно. Странный момент, но тем не менее, CNN подтвердили как бы по таким источникам информацию, что на самом деле вербовка уже, ну, несколько месяцев, как происходит, получается, со стороны Министерства обороны России. И есть прямо уже прям подразделение, и оно прямо оформлено, то есть прямо оно прямо оформлено, оно прямо войсковая часть российской армии. И туда направляют заключенных, которые потом воюют в рядах Министерства обороны России. С этой же войсковой частью связана история бывшего заключенного, которого зовут Виктор Севальнев. Про него описал Владимир Асечкин еще в ноябре прошлого года. Он рассказал историю, что вот есть такой заключенный, Виктор Севальнев, он находился, не помню в какой из колоний, где там, в каком-то регионе России. И его там избивали, пытали, и пытаясь как-то избежать всех этих пыток, он под действием этих уговоров завербовался от именно Министерства обороны России, на войну отправился. И там он, типа, получил ранение, попал в госпиталь и смог связаться с своей женой, сказал, что там, типа, его сейчас поведут на расстрел. И последняя информация, которая от него была, это то, что потом кто-то позвонил жене и сказал, что вот ваш муж, он погиб от осколочного ранения. Вот, и на этом, как бы, история закончилась. И известно, что вот этот Севальнев, он тоже был приписан к той самой войсковой части 08-807. То есть, похоже, практика, она уже существует и уже началась довольно-таки давно, несколько месяцев как, что Министерство обороны России так работает. И раз уж мы говорим про заключенных, две темы по Пригожину. Начнем с темы его заявления о том, что его отстранили, ну и его самого, и группировку Вагнера, от вербовки заключенных в российских колониях. И он приводит доводы в ответе одному из депутатов, типа, почему его, по его мнению, отстранили. Потому что, как он говорит, чрезмерно высокая эффективность выполнения задач, что ставит в неловкую ситуацию определенное количество уполномоченных лиц, а также дискредитирует работы некоторых подразделений на других участках фронта. Логика слишком смелые для армии и вредны, они не дают отсидеться в кустах. Еще он приводит довод, что якобы группировка Вагнера использует заключенных не как заключенных, а как равноправных бойцов, что вызывает раздражение около военной элиты. И еще один довод, то что определенное количество околовоенных функционеров решило, что если они будут набирать заключенных, то сумеют прославиться как группировка Вагнера. Мне кажется, что все три довода полнейшая чуша, очередная такая выдумка Пригожина, его фантазии, какие-то там влажные розовые фантазии. Потому что ни о какой эффективности не приходится. Мы с группировкой Вагнера наблюдаем с самого момента их рождения. Они никогда не были прям вот такими эффективными. Как пушечное мясо, то, чтобы израсходовать боеприпасы противника, чтобы он устал, да, в этом плане работает. Но как я уже много раз говорил, сопоставлять их с реально эффективными подразделениями, как десантники, барпехи, ну это, конечно, неправильно. Ну, то есть, по сути, 40 тысяч заключенных, да, или 50, спасло примерно 40-50 тысяч мобилизованных. И мы сейчас наблюдаем очень интересную картину, когда закончились зэки, и вот следующие по иерархии, судя по всему, шли мобилизованные, и теперь их используют, как использовали до этого зэков. Там, для выявления позиций, волна за волной, вот это все. По крайней мере, я делаю такой вывод из вот этого вала видеообращений, в которых все описывают одну и ту же картину. Поэтому, ну, единственное, в чем Пригожин не соврал, это, что, значит, либо ваши дети, либо зэки. Правда, он не уточнил, что это очень ограниченное предложение. То есть, типа, ваши дети, они там не через... Не сразу умрут, а через два месяца, там, или через три месяца, когда всех зэков Пригожин уже использует под это дело, да. Поэтому про какую-то невероятную эффективность говорить довольно сложно. Ну, и вообще, говоря про эффективность, сейчас в последние дни стало... Ну, я увидел такой популярный анекдот, довольно-таки циничный, про то, что из-за землетрясения тектонические плиты сдвинулись на три метра. В результате чего группировка Вагнера потеряла все свои продвижения за последние полгода. Вот анекдот, по сути, очень близок к правде. Потому что, когда еще под Солидаром не действовали десантники, я вам в сводках несколько раз рассказывал, что, типа, вот позиции наемников Вагнера под Солидаром два месяца назад, а вот их нынешней позиции. И разница между этими позициями там буквально 800 метров. Так что вообще ни о чем. Вот такая вот эффективность у группировки Вагнера. Ну, и вообще, это не первый раз, когда Пригожин там либо выдумывает, либо что-то троллит. И в контексте этого появилась новая видеозапись с тем самым якобы казненным заключенным, где Пригожин уже его лично представляет, что вот это тот самый, про которого говорили, что якобы его казнили куваундой, Дмитрий Якущенко. Вот, он говорит, что тебя видит, видите, вот он все в порядке. Журналисты, я так понимаю, Пригожинские, начинают спрашивать у Якущенко, типа, об обследовательствах всего, спрашивают его в том числе о том, как вы вернулись из плена. И смешно, что в этот момент Якущенко отвечает, что история об этом умалчивает. Типа, ты что, сам не помнишь, как ты вернулся из плена? Как это бред. Вот, и, ну, в общем целом он рассказывает, что, типа, да, попал в плен, за него там дальше Пригожин рассказывает, что он там, конечно, наговорил лишнего, чего нельзя было говорить, но одновременно с этим он, как бы, запоминал там информацию, где какие войска украинские расположены, как по каким дорогам следовали, и типа, когда вернулся из плена по обмену, он это передал нам, поэтому, типа, его простили. И никто его кувалдой не казнил. То есть, явно вся история изначально с вот этим, публикацией видеозаписи, где якобы казнь происходит этого Якущенко, это явно была изначально такая запланированная троллинг от самого Пригожина. Он уже не первый раз так пытается подловить другие СМИ, западные, независимые, что, типа, ага, вы купились на фейк, вот какие вы, оказывается, журналисты, вы сами делаете подобные фейки. И это было, сама изначальная видеозапись сразу вызывала подозрение, потому что мы уже видим, что на вот этой якобы казни Якущенко, в момент, когда кувалда должна соприкоснуться с его головой, там возникает такой прям резкий блюр. Хотя в случае с Нужином никакого блюра не было. Вот, так что, учитывая вот такое поведение Якущенко, я не представляю, как тогда любым журналистам, любым экспертам можно верить его словам про то, что Солидар захватывали только наемники Вагнера, и за Бахмут сейчас бьются только наемники Вагнера, а в 50 километрах вокруг никого, кроме Вагнера, нет. Ну, типа, как можно верить такими его словами, если он в других местах постоянно врет? Причем, обрати внимание, вот мне даже интересно у тебя спросить, как тебе кажется, целеполагание такого троллинга какое? На что он повлиял, этот троллинг? Типа, что он сделал? Мне кажется, он именно вот, я давно за ним замечаю, что у него именно поведение как такого, именно как тролля. То есть, типа, just for fun, ради развлечения, посмеяться над другими журналистами, потроллить. Он же не раз делал, еще до полномасштабного сражения, делал другого типа троллинги против оппозиционеров. И вот эта вот тайная якобы встреча по-моему, то ли Навального, то ли Любой Соболь с самым пригожиным, отсылка своего двойника, куда-то в Литву, кажется, было, или в какую-то другую страну Балтии. Там, создание вот этих двойников на выборах в местные думы. То есть, это из-за его любимых таких фишек. Да, но это он делал не от своего лица, а тут он как бы делал от своего, и более того, с сентября, или когда он там вскрылся, да, он как-то старался все-таки, чтобы его действовать... Да, ну, смотри, просто в те времена он делал это не от своего лица, но он только сейчас, буквально на днях, прямо признал, что да, вот эта фабрика троллей... Да-да-да-да. Не просто имеет это ко мне отношение, это я ее создал, типа, для того, чтобы бороться в информационном поле. Просто раньше, когда это было, ну, он был в тени и все такое, понятно, приколы ради приколов, нет проблем. С момента, когда он начал делать вид, что он серьезный игрок политический, он как-то старался, чтобы все было более-менее осмысленно. То есть, если он выступает на линии фронта или обращается к Зеленскому, это как накидит его очки. А вот этот троллинг он делает нихера, ну, то есть, правда, наоборот. Вот, надо сказать, что этот троллинг, он очень сильно в пику тем, кто, знаешь, с пеной рта рассказывал, что, слушайте, а как Украина может выдавать вагнеровцев, их уже убьют обязательно, и мы не верим, что они могут на это соглашаться. Я тогда говорил, что, слушайте, вы недооцениваете людей, ну, то есть, каждый из них надеет, что вот обменяют, я что-нибудь скажу, покаюсь на камеру, как с этим произошло, и все будет. То есть, здесь действие Пригожина, наоборот, играет против него, но мое предположение, что он просто в истерике. Ну, то есть, он понимает, что у него все летит в тартарары, и просто, знаешь, как человек, который вот не знает уже, что сделать, начинает просто каким-то эпатажем заниматься. Ну, не знаю, залезть в голову мы не можем, однако вот эту историю можно читать в законченной, и как бы все. У меня ощущение все такое же, что типа, ну, не такое же, в смысле, а такое, что вот это типичный Пригожин. То есть, в этом плане он просто не изменился. Он каким был, таким и остался. То есть, у меня нет таких ощущений, что он там летит в тартарары, поэтому занимается эпатажем. Окей. Вот, переходя уже к другому подразделению, телеграм-канал «Можем объяснить», опубликовал интересный такой материал про подразделение, которое называется «Каскад». Это то самое подразделение, где якобы воюют различные депутаты. Они с некоторыми из них связались, в том числе, например, с Виталием Милоновым, расспросили про это подразделение. Во-первых, отмечают, что на фронт, ну, типа, якобы на фронт, отправились только единороссы, и не все, кто сперва планировал повевать. Один депутат быстро передумал, другой сошел с поезда тайно, который ехал на передовую, и в целом всю эту пиар-войну поддержала только фракция «Единой России». А оказавшись уже вблизи фронта, все эти депутаты просто занимаются тем, что как кадыровцы, то есть просто позируют для фоток, фотографируются с оружием. А так в подразделении, в самом настоящем подразделении «Каскад» воюют, как они пишут, настоящие спецназовцы, настоящие военные, которые делают всю работу, и потом уже на защищенные места приходят вот эти депутаты с оружием в руках, чтобы пофоткаться. Вот. И я вам покажу даже одну фотографию. Не подумайте, это перед вами не спецназ «Дельта», и не какие-нибудь американские командосы во времена Вьетнама. Пускай вас не вводят в заблуждение американские типы образцы оружия, которые у них тут в руках держат, там, М-16, М-4. Это тот самое подразделение «Каскад», причем вот здесь, второй слева, это тот самый «Милонов». Собственно, «Милонов» и прислал эту фотографию изданию «Можем объяснить» телеграм-каналу. В общем, даже вот по этой фотографии заметно, насколько это просто ради пиара, ради показухи все сделано. Как я их теперь называю, это такой легион несвобода России. Вот. Можем их теперь так называть. Теперь, переходя к вопросу Рамштайна, потенциальных наступлений и прочего, начну с недавней пресс-конференции главы НАТО Столтенберга. Он из самых интересных вещей сказал два момента. Во-первых, по мнению НАТО, то самое анонсированное наступление, оно уже началось, оно уже идет. То есть в этом плане они с нами согласны. Во-вторых, сейчас в целом западные партнеры Украины будут пытаться сосредоточиться на том, чтобы масштабировать производство артиллерийского вооружения, боеприпасов. И именно в этом плане больше всего помогать Украине. Он отмечает, что проблемы нехватки боеприпасов уже приводят к тому, что если, допустим, кто-либо из вас, какая-либо страна прямо сейчас закажет на европейском заводе производство каких-нибудь артиллерийских боеприпасов, то заказ будет выполнен не в течение года, а самое ранее, через 2,5 года вы получите эти самые боеприпасы, которые заказали. То есть острая проблема нехватки масштабов производства. Рамштайн, который сейчас идет, то есть он начался вчера, и он на несколько дневный, сегодня второй день Рамштайна, пока что каких-то прям суперинтересных конкретных результатов не принес. Все говорят про артиллерийское вооружение, про боеприпасы, о том, что нужно все это масштабировать, поставлять больше Украине. И вот вчера министр обороны США Ллойд Остин выходил после первого дня собрания к журналистам, и они у него спросили, типа, про самолеты, типа, будут ли поставлять Киеву истребители. Ллойд Остин на это ответил, что мне нечего вам сообщить. То есть, хоть и там тоже Алексей Рязников говорил, что будем обсуждать в том числе авиацию. Пока что, как видим, результатов в плане авиации никаких нет. Однако он сказал, что западные страны постараются поставить Украине как можно больше боеприпасов и как можно быстрее. Потому что время играет, пожалуй, самые важные такие сроки прямо сейчас. Подождем, что будет после второго дня Рамштайна. Я жду все-таки какой-то более конкретики, чего конкретно поставят и сколько, и когда. Пока что другой конкретики нет. Есть еще другая новость, в которой была опубликована Financial Times. Все это время Соединенные Штаты, они пытаются найти дополнительное вооружение для Украины по всему миру. В том числе они предложили латиноамериканским странам, что вот у вас есть советское вооружение. Давайте вы это вооружение поставите Украине. Там какие-нибудь вертолеты, самолеты, из недорогенные комплексы, противотанковые пушки. А мы взамен обещаем вам, что мы дадим вам западное вооружение, аналогичное, которое превосходит его по качествам. Пока что, к сожалению, все страны, которые хоть как-то это прокомментировали, они все отказались. Все они считают, что мы за мир, а поставка вооружения, это означает, что наоборот продлеваем войну, люди будут больше стрелять и убивать друг друга. А нужно перейти к переговорам прямо сейчас, немедленно, без каких-либо условий. Но это скорее отмазка, наверное, то есть они скорее это используют просто как такую ширму, не хотят сталкиваться интересами с Россией, надеясь стать выгодоприобретателями от того, что как раз разорвано много цепочек между Европой и Россией. Не знаю, значит, выгодоприобретателей, но там просто в статье журналистов Financial Times из разных регионов, в том числе и латиноамериканского региона, описывают, что, в принципе, эти страны из этого региона воспринимают эту войну как вот нечто далекое, типа война между Россией и Европой, или Россией и США, но точно, которая их как бы не касается. Поэтому они не хотят в нее как-то там вникать и как-то вовлекаться, поэтому отказывают в поставке вооружений. Конкретно Колумбия, Бразилия, Мексика, Аргентина, они вот ответили отказом, что типа не дадим ничего. Также по этим странам, конкретно в Бразилию, Аргентину и Чили, ездил Олаф Шольц, и пытаясь тоже найти вооружение для Украины, он пытался договориться о продаже для Берлина боеприпасов для танков, которые они могли бы потом просто эти боеприпасы отдать Украине. Тем не менее, все три страны, и Бразилия, и Аргентина, и Чили, тоже ответили отказом, в том числе и Германии. Разве что Чили, они отдельно сказали, что типа окей, мы оружие не готовы поставлять, но мы можем продать вам оборудование для разминирования, типа в рамках вот таких миротворческих усилий. Поэтому в этом плане пока что с латиноамериканским регионом все очень тяжело, к сожалению. Ну и еще плюс президент Мексики отдельно раскритиковал ситуацию с Олафом Шольцем. По его мнению, вот это вот, когда Германия все-таки решилась на то, что можно поставлять танки Леопард в Украине, и она тоже будет поставлять. По его мнению, это была ситуация, примером, когда было оказано серьезнейшее давление на Олафа Шольца, и он принял решение вопреки мнению большинства немцев. Так говорит президент Мексики в данный момент. И вот такое в целом... Ну да, да. Вот, к сожалению, вот такое отношение пока что с этого региона к этой войне. Пришла тоже еще одна нехорошая новость, что Нидерланды и Дания, они не примут участие в поставках танков Леопард-2 в Украину. Пока что более другой конкретики нету, я не знаю, может быть они как-то допустим объясняют, там, не знаю, там, типа не нашли где купить или восстановить, или поставили вместо танков каких-нибудь там БМП и других, или еще что-то. Такой конкретики нет. Пока что новость заключается в том, что танки эти две страны, Нидерланды и Дания, поставлять не будут для Украины. Тут везде надо оговариваться, как мне кажется, что по крайней мере пока, потому что понятно, что все эти заявления это все равно точки торговли. То есть мы видели это на примере Германии, на примере многих других стран, которые с течением времени меняют свою позицию и прочее, прочее. Ну, посмотрим, будем за этим наблюдать. Тем временем Греция передала Украине боеприпасы и 20 боевых машин пехоты, БМП-1, копейки. И это, напомню, что там была договоренность о режиме круговых поставок, то есть Греция поставляет Украине БМП-1, а взамен получает боевые машины пехоты Мардр из Германии. Они, Греция обещала, что вообще в течение этого года поставят 40 штук таких боевых машин пехоты, из них вот 20 она уже поставила, еще 20 они обещают до конца года поставить. В принципе, наверное, было бы даже более логичным прямо сейчас, вот в Соке Украине тоже пообещали еще и Мардры, можно было бы часть этих Мардров сразу отдать Греции, чтобы и остаток тех обещанных БМП тоже сразу получить. Потому что на БМП-1 переучаствоваться не нужно, их можно прямо сразу пускать в бой. В этом их огромное преимущество, безусловно, прямо сейчас. И также интересная заметка, я бы процитировал из Wall Street Journal. Они пишут, что власти США рассматривают возможность передачи Украине контрабандного иранского оружия и боеприпасов, перехваченных американским флотом у берегов Йемена. То, что Иран в нарушении резолюции, он снабжает оружием йеменских повстанцев-хуситов. И также в продолжении этой новости Washington Post публикует колонку с призывом передать Украине вот то самое иранское оружие, которое было перехвачено у берегов Йемена. И речь шла о тысячах автоматов, похожих на российские, десятков птурсов и более 500 тысяч патронов. Как пишет в этой колонке автор, это необходимое решение откроет новый источник вооружения, который США и их союзники смогут использовать, чтобы обеспечить потребности Украины прямо сейчас. Об этом пишут эксперты Центра новой американской безопасности, бывший аналитик ЦРУ Андрея Кендалл Тейлор и директор программы по безопасности на Ближнем Востоке Джонатан Лорд. Я полагаю, что у большинства из вас, наших зрителей, нет знакомых в ЦРУ, которым вы могли бы позвонить и спросить типа, что там с иранским оружием, перехваченным у берегов Йемена. В отличие от Руслана Левиева, я полагаю, у меня уже никаких сомнений вообще абсолютно. Но, слава богу, у вас есть мы, мы еще в апреле прошлого года вам рассказывали про то самое перехваченное иранское оружие у берегов Йемена. Я вам даже показывал фотографии с китайскими автоматами Type 56-1, которые мы здесь видим, и которые были обнаружены в схроне под Киевом. Это прямо именно китайские автоматы. И плюс там еще тоже были и минометы, тоже иранские. Это те самые, которые перехвачены у берегов Йемена. По части автоматов, которые видны на вот этих фотографиях, у нас нет вообще никаких сомнений, что это именно те, которые были перехвачены у берегов Йемена, которые предназначались йеменским хуситом. Потому что автоматы – это просто стрелковое вооружение. Его, нет смысла его там заморачиваться через какие-то посреднические страны, компании закупать у Ирана, чтобы потом поставить Украине. Потому что стрелкового вооружения и так в мире очень много, можно любое другое поставить Украине. А если оно у вас бесплатное, ну вы его захватили у берегов Йемена, тогда можно, да, вот типа, вам самим оно не нужно, отдадим Украине. Поэтому по автоматам и на тех фотографиях мы абсолютно уверены, что это как раз перехваченные иранское вооружение у берегов Йемена. По части, например, реактивных снарядов для оградов, которые я вам тоже показывал в прошлом году в сводке, которые тоже иранские реактивные снаряды для оградов. Вот по ним еще можно спорить, что может быть они не перехвачены, может быть как раз таки вот по ним заморочились и через каких-нибудь посредников, через компании-посредники, через страны-посредники, купили у Ирана, то есть такой параллельный импорт получается, и передали Украине. Такое возможно. Почему? Почему такое отличие, что типа автоматы мы уверены, а по реактивным снарядам не уверены? Потому что реактивные снаряды, минометы, это именно советского образца, советского калибра, это довольно-таки дефицитный ресурс. А по стрелковому вооружению его там много в мире, его там не нужно там заморачиваться искать. По реактивным снарядам можно заморочиться ради этого и устроить такую схему параллельного импорта. И это, напомню, было еще в апреле прошлого года. Так что, на мой взгляд, вот этот бывший аналитик ЦРУ, он как-то очень плохо работает, раз он при всех своих связях не смог обнаружить такую информацию, что давно этот процесс идет. Так это, позвони ему, скажи, скажи, дорогой друг, плохо работает. Видимо, не зря его уволили из ЦРУ, раз банально вот такую информацию не смог проверить по открытым источникам, вот. А мы смогли. Также, я не продаю для вас рыбов, но у меня есть для вас красивые из немецкого порта Бремерхаффен. Там мы видим прибывшее американское различное вооружение. Это и различные мрапы, и БМП, Брэдли, который мы здесь видим, и 280 единиц там другой техники, в том числе различные грузовики. И вот в скором времени, я так полагаю, это окажется все в Украине. То есть уже, как минимум, в Германии это находится. То есть осталось, по идее, не так много до того времени, когда мы их увидим непосредственно на линии фронта. И это, конечно, очень-очень хорошо. Хорошо. И говоря о еще одной статье Financial Times в контексте новых каких-то наступлений и вообще заявлений разных западных политиков, экспертов про грядущее наступление, потому что остается вот такой некоторый нарратив в западной прессе, что это еще не наступление, не то, а что вот весной будет прям какой-то прям переломный момент. И многие в этом контексте на Западе начали говорить о том, что Россия скапливает, во-первых, личный состав около границы России и Украины, во-вторых, авиацию. Говорят, что там скопилось много самолетов, вертолетов. У границы? Это же опасно было бы, нет? Ну, непосредственно там, не знаю, двух километров от границы, а чуть подальше, естественно. Ну да, конечно, опасно в том плане, что беспилотники могут залететь, не спорю. Но пока не ясно, о каких конкретно авиабазах они говорят. Они просто говорят, что типа около, недалеко от границы России и Украины. Так вот, по части личного состава, о котором они упоминают. Я так полагаю, учитывая, что они упоминают, что это конкретно те же самые базы, полевые лагеря, которые использовались весной прошлого года, зимой весной прошлого года, то есть там под Воронежем, Погонова, в Курской области постоялые дворы, в Белгородской области. Я так понимаю, речь идет, на самом деле, о тех самых мобилизованных, которые закончили обучение в Белоруссии, на других регионах и просто теперь прибывают в эти полевые лагеря поближе к границе с Украиной, чтобы потом пустить в бой. В этом плане, только исходя из вот этого скупения личного состава, я не ожидаю, что это будет какое-то прям что-то суперновое, потому что для чего, как сейчас нужно использовать вот этих обученных мобилизованных. Представим, вот у вас ситуация под Кременной. Там воюет какой-нибудь очередной десантно-штурмовой полк. ВДВшники, десантники. Они несут потери. Допустим, они потеряли там 30-40% личного состава или техники. Соответственно, стали небоеспособными. Надо их выводить в тыл и восполнять все потери. Соответственно, выводим обратно в тыл, восполняем потери личного состава с помощью тех самых мобилизованных обученных и снова пускаем в бой. И мы же постоянно об этом слышим новости, что и десантников пополняют мобиками, и морпехов пополняют мобиками, и всех других пополняют мобиками тоже. Вот для этого нужно скопление личного состава. Что касается авиации, то тут был вопрос еще более странный. Почему-то западные эксперты это подают в том духе, что с авиацией у России все хорошо, то есть больших потери она не понесла. Там более 80% российской авиации, они боеспособны по-прежнему, в деле. И якобы вот весной они их пустят прям в бой, прям массировано. И это будет такая воздушная кампания. Мне кажется, это очень странно, потому что я понимаю, что для обывателя, наверное, в голове сразу рисуется картинка в духе фильмов про Вторую мировую войну, где мы видим какой-то гул страшный в небе, и куча бомбардировщиков, падающие бомбы, и какие-нибудь там зарева огня на горизонте. Но такого здесь точно не будет. Почему? Мы же помним ситуацию в самом начале полномасштабного вторжения. Как нас кормилевские пропагандисты уверяли, что там мы сейчас за день уничтожим все украинское ПВО, и дальше вступит в силу российская авиация. Они не только уверяли, они писали, что они сделали. То есть буквально отчитывались, говорят, все, в Украине больше нет ни самолетов, ни ракетно-зенитных комплексов, вообще ничего нет. И в итоге мы же знаем, что это ПВО не было уничтожено, не смогли его уничтожить. Да, конечно, каким-то летчикам в итоге, как я понимаю, сказали типа, лети туда, там никого нет, в плане ПВО нет, и они полетели, и их позбивали там многих. Но факт в том, что даже по тем временам, когда новых больших поставок комплексов ПВО для Украины не было еще, у них было только свое, даже тогда это ПВО эффективно противодействовало российской авиации, сбивало многие там самолеты, вертолеты. Что уж говорить про сейчас, когда после всех массированных ракетных обстрелов Украины, для Украины поставили много новых комплексов противовоздушной обороны, после этого Рамштайна уже говорят, что мы сосредоточимся на поставке комплексов ПВО для Украины, то есть ПВО еще больше нарастится. И окей, вы скопили там кучу бомбардировщиков, самолетов, вертолетов украинцы, и что вы будете с ними делать? Если вы просто пустите их в бой, чтобы они полетели массово там закидывать ракетами и бомбами, то их точно так же позбивают, и то, какой будет. Да, можно, например, пускать бомбардировщики, чтобы они не бомбы скидывали, а использовать какие-нибудь дальнобойные высокоточные ракеты, но они и так тратятся, используются для ударов по энергетической инфраструктуре. Это очень дефицитный ресурс, поэтому нет куда его достать для какой-то масштабной компании, такой авиакомпании, чтобы они пуляли дальнобойными ракетами и тем самым были в безопасности. Если они стреляют издалека, то повод до них не достанет. Соответственно, остается выбор только, чтобы они использовали те боеприпасы, которые еще ранее либо не были использованы, либо использовались мало. Например, неуправляемые авиабомбы, такие как АФАП. Но чтобы скидывать авиабомбы, вам нужно летать вдоль линии боевого соприкосновения и даже залетать за нее. Соответственно, вы попадаете под угрозу сбития противовоздушной обороны. Поэтому, как там Россия планирует применять эту авиацию, как это нам говорят западные эксперты, я вообще не представляю. Их моментально разбивают. Но даже представим ситуацию, что каким-то образом Россия поменяла там тактику, накопила какие-то высокоточные оружия и в день X в итоге смогла уничтожить вообще все ПВО Украины, которое есть прямо сейчас у нее. Допустим. Но я прекрасно помню уроки 2015 года. Я в те времена не вел вот такие ежедневные сводки по ситуации с Сирией. Но мы, тем не менее, поскольку это наша работа, мы каждый день следили за ситуацией в Сирии. И я прекрасно помню, как российское участие в сирийской войне начиналось. Было ясно заметно, что Россия действительно надеялась на то, что в плане именно армии России она поучаствует только авиацией. Ну, типа, есть вот эти вот вагнеровцы, небольшой отряд, они там помогут на земле. Есть наша авиация. Сейчас мы начнем скидывать бомбы на повстанцев. И вся проблема быстро исчезнет. Начали так воевать, начали скидывать много авиабомб. Результат спустя несколько месяцев нулевой. То есть, то, что ты там скидываешь там тучу бомб, погибает куча населения гражданского, но результат, выполняя продвижение сирийских войск, нулевой. Стало понятно, что нельзя действовать так отдельно, что у вас авиация летает, но на земле никого успешного нет. Поэтому, если все эти бомбардировки не поддерживают сухопутные силы, которые точно так же эффективно быстро продвигаются, то смысла в таком налете никакого нет. Это будет просто безумно дорогосторящее, какое-то такое авиашоу с кучей авиабомб. Никакого смысла в этом нет. Ну, я не знаю, там, не знаю, может, конечно, российские команды не учли уроки 2015 года, но, как я вижу, никаких вариантов вот такой широкой авиакомпании потенциальной для России нигде в обозревом будущем нет. И вот эту проблему с украинским ПВО тоже никак не решить. Почему? Потому что для того, чтобы уничтожить украинское ПВО, вам, во-первых, нужна хорошая разведка, чтобы понимать, где это ПВО стоит. Во-вторых, нужны дальнобойные высокоточные боеприпасы, которые будут уничтожать эти комплексы. Ни того, ни другого у России толком нет. Ну, то есть, есть отдельно там некоторые высокоточные ракеты, но их там мало. И самое главное, что нет нормальной разведки. Эту проблему тоже никак быстро не решить. Это нужно годы заново воссоздавать всю систему разведки. По крайней мере, за год они эти проблемы никак не решили. Поэтому я не представляю, о чем это говорят западные эксперты, которые сейчас как бы грозят, что типа вот весной Россия пустит в бой свою авиацию, которая еще не была масштабно задействована. Как они ее задействуют, я не понимаю. У меня теряюсь в догадках, но вот вы можете заметить сейчас в западных изданиях популярный такой нарратив, что вот якобы весной будет задействована авиация. Слушай, я думаю, подгоняют под даты на самом деле. То есть, подгоняют под год войны, потому что чем ближе мы к этой дате, 24 февраля, тем меньше у меня, ну, понятно, я человек сторонний, не военный аналитик, тем меньше у меня ощущение, что мы увидим какое-то большое масштабное российское наступление. Ну, потому что мы видим, как просто захлебнулись в угледаре. И я не очень понимаю, откуда резко возьмутся еще огромные формирования, которые резко пойдут. Где он их прячет? Под Кремлем, что ли, они находятся? Я не понимаю. Вот, поэтому как-то, ну, не просвечивается для меня, но не знаю, может быть, мы с тобой что-то не понимаем. Может быть, там где-то есть какой-то хитрый план. Ну, в целом, подводя итог, в начало какой-то большой масштабной авиакомпании я не верю. Пускай даже если там скопливают кучу самолетов-вертолетов, я не представляю, как их можно использовать. Кстати, все эти вот эти эксперты, которые говорят, что там Россия скопила кучу самолетов-вертолетов и бомбардировщиков около границы, пока что они, никто из них не показал спутниковые снимки. Ну, типа, вот, смотрите, вот авиабаза, вот она месяц назад, плюс-минус пустая, а вот она прямо сейчас. И мы видим там, типа, кучу вертолетов, кучу самолетов. Таких снимков пока что не было. И в завершении сводки две интересные новости. Во-первых, вчера я заметил, что многие начали писать, что, типа, Россия экспериментирует пока что в так называемой Донецкой Народной Республике с блокировкой сервисов Google, с замедлением YouTube. Это, на самом деле, новость не совсем корректная, потому что все эти сервисы Google и замедление YouTube в так называемой ДНР, она происходит уже много лет. Это не сейчас началось. Может быть, имеется что-то другое, может быть, что-то еще дополнительное. Так нет, в этот раз, смотри, я тебе объясню, поскольку я слежу пристально по понятным причинам. Значит, им было отдано распоряжение в апреле обрубить все к чертям собачьим окончательно. А вот... В апреле прошлого года? Да. В апреле прошлого года, но в этом еще в апреле не было. Значит, и сейчас что изменилось? Ну, по даун-детекторам и остальным просто видят, что физически начало получаться. Потому что распоряжения были давно, но сейчас реально YouTube замедлился, к Zoom практически вот все там блокирнули, к Google. Понятно, мы не находимся в ДНР самопровозглашенной, у нас нет там довольно каких-то расширенных источников, но вот там тревожные звоночки приходят именно по этому направлению. Даже блокируют-то и Telegram блокировали, если ты помнишь, в России несколько лет якобы. Но вот здесь вопрос, что получается. И вот как будто бы начало получаться именно на этом отрезке, и поэтому все немножечко, понятное дело, нервничают. Да, но даже не в прошлом году, а в 2017-2018 они начинали такие попытки блокировать всякие Google сервисы, именно прямо в так называемом ДНР. Ну и последняя новость, которая такая прям комичная, в этот раз от Кадырова, который снялся в репортаже у Скобеевой и похвастался тем, смотрите, мне тут привезли пистолет, из которого застрелился Гитлер. Вот и показывает он его в кадре. Но проблема в том, что у него в руках Маузер, а Гитлер-то застрелился из Вальтера по ПК, а не из Маузера. Поэтому, не, ну конечно, я понимаю, если Кадыров хочет его использовать по прямому назначению, по тому же назначению, которое использовал Гитлер, то пускай верит, что из него застрелился Гитлер и повторит его как бы подвиг, скажем так. Но ситуация, конечно, комичная и забавная. Да-да, похоже на детей во дворе, которые такие, да у меня дома, у меня дома вообще такая коллекция всего, там и Гитлер из них застрелился и все на свете. Ну, Кадыров, академик, Райен в своем репертуаре. Спасибо тебе большое. Есть еще пара тем, которые я хотел обсудить, но мы уже с тобой сегодня засиделись, поэтому отложим их на завтра. Там Бен Уоллес сейчас наговорил много интересного про 97% российской армии в Украине и про все остальное и 10-миллиардный пакет помощи, который обсуждают, собственно, со стороны Америки и Украины. Об этом тогда поговорим завтра, если останется время. Ну, а сегодня спасибо тебе большое. Увидимся уже через день. Не через день, на следующий день. Спасибо большое, что посмотрели. Если пропустили еще, гляньте ролик про мобилизованных, которые прям записывают очень много обращений в последние дни. Вот сегодня тоже вышел на канале. Ну, а с вами был Майкл Наки. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok